Вечером 13 декабря в пожаре в одном из частных домов Урмарского района погиб пенсионер. Увы, такие новости в зимнее время приходят часто. С начала года в республике случилось уже 864 пожара. Как готовы к работе пожарный Яльчикского района, проверили представители МЧС и Государственного комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Учебная тревога звучит внезапно для всех, так что наш оператор не успевает сориентироваться. С момента поступления сигнала до выезда машины по нормативу минута. На дорогу до места возгорания в сельской местности не больше 20 минут. В городской черте должны уложиться за 10. У нас нет такого днем или ночью. Мы в постоянной готовности находимся, круглосуточно. То есть мы должны выехать за одно и то же время и днем, и ночью. После проверки готовности физические нормативы. Стар, внимание, марш! Самому взрослому пожарному 44-й части Яльчикского района 62 года. Но от сдачи нормативов не освобожден никто. Во время пожара от скорости зависят жизни. Затем за парты. В теоретической части, к примеру, такие вопросы, как первая помощь при артериальном кровотечении или минимально допустимое расстояние от здания для сжигания отходов. 40 вопросов по билетам. Дается время 40 минут. Сложно тут, как правило, ничего нет. Если мы проходим первоначальную подготовку, все работники, прежде чем, заступают на дежурство. В этом году пожаров в Яльчикском районе случилось на три больше, чем в прошлом. Сейчас специалисты работают над профилактикой. Проводится сходы граждан по дворовой обходу населения. Особое внимание уделяем неблагополучным семьям, многодетным и пожилым-одиноким. В день специалисты успевают принять зачет по профессиональной подготовке в нескольких частях. Об итогах говорить пока рано, однако, судя по всему, яльчикские пожарные справились. Отличные пятерки были у людей, кто сдавали. Троек практически не было, очень мало. На двойки вообще никто не сдал. Ольга Пырочкина, Алина Сусметова, Валерий Резюков, Республика.